Серебряный дождь. Всегда есть что сказать. В гостях у нас Дмитрий Клевенский, знаменитый джазовый пианист, композитор, аранжировщик, который выступал в различных странах мира с легендарными музыкантами, но на сегодняшний день Дмитрий уже в Кишиневе вернулся, так скажем, на родину для того, чтобы играть здесь, в свой собственный американский джаз, объединив его с молдавскими мотивами. Дмитрий, доброго дня, рады вас видеть на волнах Серебряного дождя. Приветствую вас, Елена, приветствую, дорогие радиослушатели. Ну вот, так как, к сожалению, у нас программа-то не совсем предназначена была для принятия гостя, но вот мы решили Дмитрия пригласить, потому что Дмитрий в Молдове настолько, так скажем, на расхват, с таким плотным графиком, что не поделиться опытом Дмитрия, настроением Дмитрия мы просто не могли себе позволить, потому что мы знаем, что многие слушатели Серебряного дождя, они просто обожают музыку джаз, а Дмитрий является одним из самых легендарных джазистов у нас в Молдове за ее пределами. При этом, что радует, что, конечно, вы вернулись снова в Молдову. С этим хочется сказать вам добро пожаловать. И давайте, наверное, немножечко познакомим тех, кто еще не знает, кто такой Дмитрий Клевенский, наших радиослушателей. Дмитрий прожил долгое время за границей, играл американский джаз. Дмитрий, вот каково родиться в Молдове, а играть за пределами Молдовы и, так скажем, не совсем близкую нашему духу музыку джаза? Почему вы выбрали именно играть музыку джаз в этом направлении? Что касается Молдовы или других стран, это все... Все страны очень хорошие, замечательные. Во всех есть своя культура и, так или иначе, свои корни и своя интерпретация джазовой музыки. То, что я заиграл джаз, в этом, конечно, огромная заслуга моего отца, у которого была огромная коллекция этой музыки. Вот. Что касается игры джаза в Молдове или в других странах, чем более открыто ваше творчество людям, тем, естественно, они вас воспринимают, понимают и принимают. Дмитрий, на сегодняшний день у вас огромное множество композиций, которые вы сочинили сами, играли с легендарными джазистами. Сейчас в Молдове вы играете с нашими местными бендами по сравнению с уровнем профессионализма. Того, что есть у нас на территории, то, что есть за пределами. Вот как вы находите его? Можно ли сравнивать или нет? Разные ли школы? Ну, что касается американской школы джазовой и европейской, есть, конечно, разница. Лично мне она видится в том, что американская школа, она больше построена на диалоге между музыкантами, на гораздо большем количестве импровизационного материала, нежели, скажем, европейская школа, где эстафета соло передается конкретно от исполнителя к исполнителю. Что-то вроде этого. Но если говорить о вашей музыке, которую вы сочиняете, которую вы играете, что вы хотите донести людям, тем, кто вас слушает, насколько она доступна, ну, так скажем, общему населению или это только какие-то избранные? Потому что известно, что музыка джаза изначально достаточно сложная музыка, и не каждый, ну, каждый, наверное, в какое-то время свое приходит. Ну, мне кажется, что такое отношение к джазу, оно больше, в наше время более стереотипно уже. Уже очень много людей, кто понял, что джаз — это искусство, что это серьезное искусство. И джаз повлиял очень на многие направления, стили, стал родоначальником многих направлений, стилей. Вот. И... Как определяете свой стиль? Потому что, вот, как ранее упомянули, что абсолютное множество стилей, наверное, каждый джазист, находясь, ну, так скажем, в этой вот феере исполнения музыки, определяет и находит какое-то свое новое направление. Прожив определенный, определенный этап, несколько этапов жизненных, когда у вас появляется определенное мировоззрение, складывается своя философия, когда вы начинаете понимать, что такое мир, что такое вообще земля, насколько в ней масса интересных вещей, культура, музыка, все. Вы начинаете понимать, что только играя в джаз, вы не можете охватить весь этот масштаб. Поэтому, да и более того, в силу того, что такое стереотипное отношение к джазу у людей, это как бы старинное уже слово. Это уже кануло в лету. Это как классика. Есть сейчас неоклассицизм, ню-джаз, так называемый, играют люди. Зачем это все мне надо, скажем так? Я прекрасно переиграл с очень великими джазменами. Понял джаз изнутри, понял его суть. И увидел, что мне этого мало. Я сюда включил все, все свои знания, весь опыт. И меня как озарило. Теперь я буду играть стиль, который я называл дип-фил. В этом мне очень сильно помогли кишиневские музыканты. Именно мое возвращение в Кишинев этому поспособствовало. Это как совершенно новый жизненный этап. И дип-фил, по сути дела, это музыкальная революция. И не только музыкальная, но и в искусстве как таковом. А помогли мне в этом, естественно, такие выдающиеся кишиневские музыканты, как Юлиан Пушка, Дмитрий Сергеев. В огромной степени, в наибольшей, я бы сказал, это такие замечательные музыканты, как Юрий Лео, гитарист. Сергей Матвейчук, прекраснейший басист. И гениальнейший барабанщик Рустам Агаев. Вот вместе с этими ребятами мы сделали, создали группу, которую также назвали, как и направление, дип-фил. Напомню, что в гостях у нас Дмитрий Клевенский, джазист с мировым именем, джазовый музыкант. Ну вот, хочется подробнее, конечно же, поговорить про тот коллектив, который был создан здесь. Но перед этим мне бы хотелось узнать, вы играете на многих музыкальных инструментах. Но какое все-таки ближе к вам, ближе к вашему сердцу и к той музыке, к которой вы играете? Мне очень нравятся все музыкальные инструменты. У меня лично очень огромная коллекция самых разных инструментов, самых разных точек земли. Лично мне очень нравится бас. Но мой родной инструмент, конечно же, фортепиано. Я немного играю на барабанах, чуть-чуть на перкуссии. В общем, музыкант в той или иной степени должен знать, мне так кажется, специфику различных инструментов, тем более, если он занимается аранжировкой. Ну вот вы, как музыкант, можете, наверное, ответить на вопрос, можно ли научиться играть джаз, или это должно прийти, не знаю, должно быть, может быть, как-то внутреннее состояние определенное, или технически можно научиться играть? Ну, это сродни, опять же, возвращаясь к аналогии с языком. Если вы выучили язык, знаете его правила, и вам есть что сказать, то вы говорите на этом языке. То же самое в музыке. Зная определенный набор условностей, вы можете направлять в то или иное русло вашу мысль. Что-то вроде этого. Если говорить, за последнее время вы редко бывали в Молдове, на своей родине, сейчас вы уже находитесь в достаточно большое время. Вот расскажите, самые интересные, так скажем, последние, не знаю, выступления, возможно, где проходили, у кого играли, для кого играли. И, ну, не знаю, с последнего, давайте лет пять, наверное, возьмем. За последние лет пять? За последние лет пять я успел побывать в Соединенных Штатах, в России, в Литве, в Молдове, на Украине, в Турции, в Италии. Я знаю, что вы также играли, давали частный концерт для индонезийского президента. Да, но это было не лет пять, это был девяносто девятый год. То есть даже раньше? Даже раньше. Для кого бы хотели еще сыграть? Или есть вот какая-то разница, когда вы играете, допустим, для индонезийского президента, или когда вы играете в одном из столичных заведений, допустим, для обычной публики? Мне очень нравится играть для всех. Абсолютно. Когда игра идет для президента, это немножко один настрой, потому что проверяешь сам себя, это как бы ты постоянно учишься. И когда играешь в веселой, дружной компании всех знакомых, и ты там тоже учишься, учение идет постоянно, не заканчивается никогда. Дмитрий Клевенский у нас в гостях. Мы прерываемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Напомню, это «Серебряный дождь». Всем любителям хорошей музыки, всем любителям джаза посвящается. Напомню, что в гостях у нас джазист с мировым именем. Его знают все везде. И сегодня Дмитрий Клевенский у нас в гостях «Серебряного дождя». Мы совсем скоро вернемся. Не переключайтесь и будьте настроены. «Серебряный дождь». Нам есть что сказать. «Серебряный дождь». Итак, мы продолжаем нашу программу. «Серебряный дождь в Молдове». Нам есть что сказать, есть что рассказать. Тем более, когда в гостях такой замечательный человек, замечательный гость. Дмитрий Клевенский у нас в гостях, джазист с мировым именем. Вот мы пытаемся поставить одну из композиций. Одну из композиций самый известный. Тем более, что работают над композицией. И вообще в коллективе «Дипфилд» не только замечательные артисты, музыканты, но есть еще и голос, вокал, я так полагаю, да? Совершенно верно. С нами принимает участие в нашей группе изумительная певица с шикарным голосом, с великолепными данными Кристина Скарлатт. Расскажите, насколько важно для джазового коллектива найти правильную и нужный вокал? Как для музыканта мне важно, прежде всего, владение инструментом. Голос — это такой же инструмент, как и любой другой инструмент. И поэтому, если вы имеете дело с профессионалом, с чем-то неординарным, то, естественно, вы это берете себе на вооружение. Это можно спокойно сказать о творчестве Кристины Скарлатт. Насколько сложно или, наоборот, было легко найти подходящий голос, подходящий вокал для вашего коллектива? И что вы искали? Откровенно говоря, я голос не искал. У меня всегда была инструментальная музыка. Хотя, с несколькими вокалистами в тех же Штатах мне удалось поработать. В частности, с Мелом Дэнси, великолепный певец из группы Плеттерс. Если вы помните, такая тема была «Only you». Вот с этими музыкантами мне пришлось поработать в Штатах, а больше я так и не искал никакого вокала. И тут вдруг появляется Кристина. Это просто как самородок, находка. Поэтому, естественно, мы сразу же решили сотрудничать. Напомню, что на «Волнах серебряного дождя» знаменитый, известный джазист Дмитрий Клевенский. И мы движемся дальше. Не переключайтесь и будьте настроены. Давайте немного поговорим вот о том коллективе, который был уже создан, ту музыку, которую вы играете. Что вы пытаетесь донести, что вы пытаетесь рассказать или, может быть, даже открыть какое-то новое направление в джазе? Дипфил, как уже было об этом сказано. Можете оставить вот эту, кстати, композицию. Она называется «Юбетча», что с американского сленга можно перевести как «А вы сомневались?» Давайте послушаем. Кто в исполнении этого трека участвует? Здесь на гитаре играет Юрий Лео, на бас-гитаре играет Сергей Матвичук и на ударных Рустам Агаев. Естественно, клавишник ваш покорный слуга Дмитрий Клевенский. Дмитрий Клевенский у нас сегодня в гостях. Давайте послушаем, но совсем скоро вернемся к вам снова. Дмитрий Клевенский Хочется сказать, что группа «Дипфил», которая сейчас звучит, характеризуется стилем «Дипфил», который характеризуется тем, что музыканты просто садятся и начинают музыкальный диалог. То есть, это и не отрепетированный материал, а совершенно прямо сейчас рождающийся. То есть, чем это отличается от обычного джаза? В обычном джазе вы знаете тему, на которую вы играете. А здесь совершенно перед вами чистый лист. Прошу. change للжизай clearה, у Субтитры создавал DimaTorzok 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 Джазом его уже не назовешь Это уже следующий шаг Это все-таки уже дипфил Джаз это старинное слово Прошлого века Джаз это уже стало Классикой И те, кто говорят, что играют джаз, пожалуйста, пусть его играют, реанимируют То, что уже давным-давно прошло То, что в свое время Майлз Дэвис, по свидетельству одного из его биографов То, что Майлз Дэвис сказал, что джаз уже умер А сказал он это еще в 69-м году Когда родился стиль джаз-рок В альбоме Дэвиса Beach is Brew То, что мы играем Это уже все-таки дипфил Вам случалось играть абсолютно разную музыку И вряд ли, наверное, что-то вам одинаково близко Или есть какие-то направления, которые вы особенно предпочитаете? За свою жизнь я переслушал очень много музыки, естественно И классики, и джаз, и джаз-рок, и фьюжн И что только не слушал И рок И учился у каждого исполнителя У каждой группы В каждом течении есть свои особенности Которые мне нравились Которые мне казались наиболее интересными И, естественно, в итоге получился некий синтез Кто из мировых артистов, джазистов, джазменов Особенно повлиял на ваше становление как музыканта? Ну, не только на мое, но и на мировую музыку Из джаза повлияли всего Так, грубо говоря, несколько человек Их можно перечислить Это Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Уэйн Шортер, Херби Хэнкок Тони Вильямс Рон Картер Макуи Тайнер Их можно перечислить Элфи Джеральд, Луис Альфинг Их, конечно, наберется большая толпа Если их всех перечислять Но, тем не менее, все равно Это не так много Потому что на земле живет Сколько уже миллиардов людей Огромное множество Конечно Скажите, случалось ли вам играть что-то совсем не похожее На то, к чему вы привыкли? Не джаз, а, может быть, какую-то музыку Которую себе раньше даже представить не могли, чтобы уйти играть? Как когда-то Еще в детском саду и в школе Мы записывались с моим старшим братом Это было очень интересно Мы брали кастрюли Подвешивали к спинке стула серебряные ложки Это были у нас колокольчики Открывали фортепиано Дергали за струны Записывали все это И нам это казалось Чем-то очень-очень интересным На сегодняшний день Вы в Молдове У вас есть коллектив Дипфил Планируете ли вы записать альбом С этим коллективом И вообще о планах на ближайшее будущее? Конечно же, мы очень хотим записать альбом Более того, мы хотим Погастролировать немножко Впереди нас ждет гастроли по Одессе Затем гастроли по Лондону Потом Бирминхейм И очередная точка после этого Дубай По крайней мере Так Таковы на сегодня планы Еще один вопрос Тоже связан Наверное, со зрителями Потому что в разных странах Все-таки люди По-разному воспринимают Особенно музыку джаз Эту музыку, которую вы играете Если говорить о зрителях В Республике Молдова Кто приходит на ваши выступления И Ну вот в той же самой Америке Где, наверное, джаз Слушают с самого детства И в других странах Какое вот ощущение И восприятие зрителя И в увлеке Скажу так, что Аудитория Приблизительно Одинаковая В том Плане, что И в Соединенных Штатах И в Молдавии И в других государствах Есть категория людей Которые приходят Пошуметь На концерт А есть категория людей Которые приходят послушать А вот сейчас, кстати Записано То, что мы сейчас слушаем Это записано Живое выступление В Кофе Робертс В Скайтауэре И здесь как раз Поет Наша изумительная Кристина Скорлат И можно услышать Даже будет Как отреагирует В конце этой композиции Аудитория Давайте Давайте послушаем Абсолютный лайф На волнах серебряного дождя Дмитрий Клевенский У нас в гостях И группа Дилпфил Дмитрий Клевенский 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 Кстати, вот еще раз озвучим всех тех, кто принимает участие в этом замечательном исполнении. Такое новое дыхание уже известным песням. Композиция, которая сейчас звучит, это известная вещь Антонио Карлса Хобима. Она называется «Девочка из Ипанемы», «The Girl from Ipanema». Ее исполняет Кристина Скарлат. На Нае сейчас мы слышим играет Юлиан Пушка, великолепнейший наист. Также в этой композиции принимает участие Дмитрий Сергеев на тенор-саксофоне. На электроконтрабасе играет Владимир Балакан. И на ударных как раз играет Рустам Агаев. Ну, а Дмитрий Клевенский сегодня в гостях «Серебряного дождя». И мы прерываемся на короткую паузу. И сегодня, друзья, мы с вами делимся самой сокровенно интересной информацией. Дмитрий Клевенский сам. Дмитрий Клевенский у нас в гостях. И мы продолжаем наш эфир тем, кто настроился. Друзья, времени совсем мало осталось. И вот, Дмитрий, в связи с этим к вам вопрос. Коллектив и проект Deep Feel. Насколько он... То есть это какое-то определенное время этому проекту есть? Или он долг живущий? Вот какие планы на этот коллектив? Во-первых, коллектив только что образовался. Поэтому это новость для всех нас. Образовался, я так полагаю, тоже спонтанно? Или это было целеустремленное? Вот, кстати, одна из первых записей в студии, Патриот-студии, группы Deep Feel. Перед тем, как появилось само направление и название самой группы. Вот, пожалуйста, послушайте. Юрий Лео играет на гитаре. Сергей Матвичук на бас-гитаре. И Рустам Агаев на ударных. Ну и на клавишах ваш покорный слуга. Композиция называется «Параллакс». 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 «Парлакс». Напомню, вы слушаете «Серебряный дождь». К сожалению, время подошло к прощанию. Дмитрий, в первую очередь, огромное вам спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике и заглянули к нам, специально для слушателей «Серебряного дождя». И вам огромное спасибо, Елена. И ваши пожелания нашим радиослушателям. Спасибо вам огромное, радиослушатели дорогие. Хотелось бы пожелать вам мира, тепла, любви, дипфила, в конце концов. И чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Но в самом ближайшем будущем, где можно вас услышать у нас в Молдове? Потому что то, что вы говорили, за пределы уедете. И где можно найти о вас информацию? Может, есть официальный сайт в интернете? Как можно проследить за вашим гастрольным графиком? Официальный сайт www.dmitryklivensky.com Также можно найти информацию на Фейсбуке и на Майспейсе. Итак, друзья, напомню, вместе с нами на протяжении целого часа был знаменитый джазовый пианист, композитор, аранжировщик, выступающий в различных странах мира с легендарными музыкантами Дмитрий Клевенский. Будьте с нами, слушайте «Серебряный дождь» и не переключайтесь. «Серебряный дождь» Искренне, до капли Искренне, до капли